Мировая криптобиржа Binance приняла решение о вводе ограничений в отношении клиентов из России. Безусловно, криптовалюта это не тот инструмент, в который нужно вкладывать деньги. А будущее все равно остается за традиционными финансовыми инструментами. Сервисы App Store и Google Pay могут ограничить доступ к скачиванию приложений в России. Я не считаю, что App Store и Play Market уйдут прям физически полностью. Я думаю, что они просто будут ограничивать доступ к определенным приложениям. Всем привет! В эфире Универ Ньюс в студии Екатерина Губенко. Преподаватели Казанского федерального университета стали победителями грантового конкурса благотворительного фонда Владимира Потанина для преподавателя магистратуры. На конкурс было подано 582 заявки, жюри отобрало 150 победителей из 63 вузов. Они получат гранты на разработку магистрской программы или учебного курса или внедрение новых образовательных практик. Ведущая мировая криптобиржа Binance приняла решение о вводе ограничений в отношении клиентов из России. Как отразиться на российской и мировой экономике, смотрите в нашем сюжете. За относительно небольшой период существования криптовалюта завоевала авторитет в глазах рядового пользователя. Стабильность, надежность и равные возможности, в какой бы точке мира ты ни находился. Вот что до недавнего времени оставалось неизменным. Однако ведущая мировая криптобиржа Binance приняла решение о вводе ограничений в отношении клиентов из России. К решению об ограничениях Binance пришел после публикации пятого пакета санкций Евросоюза против России. Согласно нему, биржа обязана ограничить услуги для российских граждан, инвесторов и юрлиц. Клиентам, обладающим активами стоимостью более 10 тысяч евро, закроют доступ к любым операциям, кроме вывода средств и закрытия контрактов. Доля вообще крипторынка в мировой экономике ничтожно мала. И доля людей, задействованных в крипторынке, тоже ничтожно мала. Поэтому любые изменения, тем более изменения, которые затрагивают далеко не всех и не все операции, они на мировой экономике, на российской экономике никак не отразятся. Но, безусловно, криптовалюта – это не тот инструмент, в который нужно вкладывать деньги. А будущее все равно остается за традиционными финансовыми инструментами, за банковскими депозитами, акциями, облигациями, но не за криптовалютой. В настоящее время прекращение работы Binance не планируется. Более того, россиян, находящихся за пределами страны, ограничения не затронут. Маргарита Михайлова, Универ Ньюс. Сервисы App Store и Google Play могут ограничить доступ к скачиванию приложений в России. Поэтому необходимо создавать российский аналог. Что об этом говорят эксперты, узнаете далее. В конце февраля из App Store и Google Play начали исчезать приложения ВТБ, промсвязь банка, совкомбанка, ФК «Открытие» и Новикомбанка. Эти банки оказались подполыми и блокирующими санкциями. В связи с этим 7 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом правительства, призвал IT-специалистов начать работать над созданием замены этих платформ. Ребята, разработчики, программисты, IT-шники, давайте сделаем свою экосистему. У нас все для этого есть. Есть элементы этой экосистемы, которые нужно доработать. Нужно сделать свой интернет-магазин, потому что App Store и Google Play на сегодняшний день у нас уже практически могут скоро не дать возможности скачивать приложения. После этого стало известно, что правительство выбирает главного разработчика для отечественного магазина приложений. Претендентами на создание платформы стали Сбер, который, к слову, тоже лишился мобильного приложения в App Store и Google Play, Яндекс и ВК. Во-первых, надо понимать, что такое «Уйдут магазины из страны». То есть, приложение же остается. То есть, вопрос в том, что оно будет блокировать скачивание отдельных приложений. Например, для пользователей из России не будут доступны для скачивания такие-таки и такие-таки приложения. Или это означает, что, в принципе, гражданам России не дадут скачивать приложения, в принципе. То есть, при заходе в App Store или в Play Market будет, не знаю, ошибка, доступ запрещен. Здесь надо что понимать. Разница между Apple и, ну, iOS и Android заключается вот в чем. В случае iOS у них Apple контролирует все. То есть, есть возможность скачивать приложения из других источников, но это все, опять же, идет под контролем Apple. Другими словами, разработать приложение, а потом установить себе на смартфон, будет невозможно для платформы iOS. Для пользователей Android это будет сделать возможно. В итоге для Android это сведется просто к существованию другого маркета, с которого будет скачиваться приложение. То есть, на самом деле, у любой компании сейчас появляет свой магазин приложений, и те, которые компании останутся со своими смартфонами или операционными системами, они, соответственно, ну, будут нормально функционировать. Но, повторюсь, что я не считаю, что App Store и Play Market уйдут прям физически полностью. Я думаю, что они просто будут ограничивать доступ к определенным приложениям. Но если вдруг они уйдут, то, конечно, владельцам iPhone будет тяжелее, чем владельцам Android. Также Михаил Абрамский отметил, что, к примеру, мобильная операционная система Harmony OS от Huawei не должна уйти с рынка приложений, так как у Harmony есть своя App Gallery. Также у телефона к Xiaomi тоже есть свои приложения для скачивания. Елизавета Никитина, Универньюз. Институт филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета привел встречу с режиссером Салаватым Юзеевым, где он презентовал уникальный татарский жанр кино. Все подробности смотрите далее. В стенах Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета прошла встреча с режиссером Салаватым Юзеевым. Мероприятие проходило в рамках ознакомления студентов с известными личностями культуры Татарстана. И поскольку кино – это самый такой нейтральный и близкий всем язык, и язык, который всех может сплотить, соответственно, поэтому в связи с этим пришла идея сегодня пригласить известного татарстанского кинорежиссера, который работает и на татарском, и на русском языках, пришла идея пригласить Салавата Альдаровича Юзеева. Салават Юзеев – современный татарский драматург и режиссер. Последние годы он посвятил разработке нового уникального жанра – татарометражки. Это короткие комичные истории, в которых отражены татарский юмор и ментальность. Если рассуждать, что мы хотим донести, это встает в вопрос вообще искусства как таковое. Но я скажу так, чтобы люди испытали удовольствие, чтобы им не было скучно. Может быть, они посмеялись, ушли от злободневных проблем. Татарометражки Салавата Юзеева прошлись по всей стране – от Ханты-Мансийска до Анапы и вернулись в стены Казанского федерального университета. Теперь, в преддверии дня рождения Габдулы Тукая, студенты и ФМК не только стали ближе к татарской культуре, но и узнали о ее новых направлениях. Веста Хоббер, Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универтньюз. В Казанском федеральном университете вновь открылась ежегодная выставка, посвященная 77-летию победы в Великой Отечественной войне. На экспозиции, размещенной на третьем этаже КСК «Уникс», расположились баннеры с фотографиями героев войны и их историями. Выставка продлится до 9 мая. В Казанском федеральном университете открылась выставка, приуроченная победе в Великой Отечественной войне. На стендах обучающиеся и сотрудники могут ознакомиться с материалами, посвященным вкладам женщин и подвигу их в Великой Отечественной войне. Представители различных жанров искусства, актеры, музыканты, певцы, танцоры, чтецы сопровождали армию в тяжелых битвах и победных маршах, на передовой, в тылу и госпиталях. Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» стартовала в Казанском федеральном университете. В мероприятии уже приняли участие студенты юридического факультета, института фундаментальной медицины и биологии, химический институт и институт дизайна. Даже мурашки, когда видишь, что ребята раздают там ленточки, и тем более прохожие, это стар, млад, они с удовольствием приедут, и тут же начинают одевать эти георгиевские ленточки, поэтому я только за, я всегда поддерживаю. Но в первую очередь это память, это память, светлая память о наших, я говорю, дедах, прадедах, бабушках, прабабушках. Минувшие выходные в Музее истории Казанского федерального университета состоялся юбилейный концерт татарского народного хора КФУ «Жизнь – лишь один миг». На этом все. В студии была Екатерина Губенко. Сюжеты из выпуска ты можешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok